День второй. Наши опасения подтвердились. Уже после первого боя мы обнаружили, что наши противники это один и тот же человек. Конечно, меня снабдили информацией про прорыв в области клонирования, но то, что они умеют воевать весьма неплохо, стало для нас небольшой неожиданностью. Что ж, урок на будущее. Отряд сделал небольшую остановку в городе Санмона. Уже ближе к вечеру первого дня мы все почувствовали небольшое недомогание. Сапфир объяснила это акклиматизацией, поэтому мы не придали этому особого значения. Но уже на второй день мы поняли ужасающую причину этого недомогания. Причину, к которой не был готов никто из нас. Из дневника Чипа Душегуба. Всем мое почтение, комрады. С вами, как обычно, Блэквинг. И сегодня у нас очередная серия по Джеки Телленс 2. 1.13 с оружейным модом СДО, карстным модом от Вилдфайр и на улучшенном искусственном интеллекте от Севена. Как можно наблюдать, мы забрали с собой Айру и переместились в Санмону, где смогли немножко передохнуть и подлечиться. Также мы немножко поправили свое положение по поводу пищи. Наши наемники питаются автоматически, если у них есть в инвентаре какая-то пища. Поэтому все наши сухпаи, которые нам были выданы, мы сожрали уже. И в Санмоне мы немножко перекусили и, собственно, поправили маленечко наше материальное благополучие. Поскольку еще в Амерте мы раздобыли достаточное количество вооружения, чтобы хоть немножко привести себя, скажем так, в порядок. То есть теперь у нас нету штайров ТМП, зато у нас у всех есть более-менее нормальное, адекватное вооружение. Да, не все из них в хорошем состоянии, но, по крайней мере, большая часть у нас нормальная уже относительно. Сегодня у нас очередной бой в секторе Д4. Как и всегда, как и в прошлом прохождении, это шахта Санмоны. Поэтому давайте-ка приступать. Я уже включил зомби. То есть мертвяки у нас уже в этом бою появятся. Так что будем готовы к этому. Так, с всей кучей выходим сюда. Айра, не знаю, будет ли принимать участие, не будет. У нее есть бинокль, если что. Так что девочка у нас может и поработать наблюдателем. Теперь с чистой совестью. С чистой совестью наблюдаем, как приперлись кошаны, и которые, как и всегда, здесь спаунятся и портят мне все, что только можно испортить. Поэтому отрубаем всем тихий режим обратно. Ну, по крайней мере, хотя бы мы успели... Хотя бы мы успели немножко сбросить рюкзаки. Ну что ж, пошли тогда вперед, пока у нас есть такая возможность. Сейчас у нас народ отвлечется на кошанов. Сейчас опять поднимется тревога. Будет опять всякая гадость. Поэтому... Готовимся. Конечно, есть подкрепление с юго-востока, но оно не подойдет. Потому что дождался я немножко момента, пока они отойдут. И, собственно, чтобы меньше у нас было проблем, тогда уже я выдвинулся. Все, вперед. Все. Абсолютно все, включая Айру. Она у нас, наверное, поработает наблюдателем. Если и дадут, это, конечно, сделать. Шторм, Сумра, Гидра, как всегда у нас пойдут в авангарде. Но это не точно. Пока можно даже постоять немножко, но ничего страшного не будет. Так, Бонзай вместе с дроном отправится. И Юрика тоже вместе с ними. Хотя давай Айру тоже вместе с ними. Здесь у нас будет наблюдателем душегуб, а, собственно, с юга у нас будет наблюдательницей Айра. Интересно, а на Кашанов распространяется то, что они мертвяками могут стать? Вроде не должно, потому что это должно распространяться только на... ...человеческих противников. Потому что... Ну, Кашан. Так, ты нас запалил. Ладно, подвижишь сюда, ничего страшного. Мы тебя, если что, пристрелим. Самое главное, чтобы тебе не хватило очков действия, чтобы подойти и начать меня жрать. Это кошки. Но то, что шелудивые, это... С этим я согласен. Это блохастая, воняющая, голодная тварь, которая... ...жрет вообще всех без разбора. Я бы, конечно, желал, чтобы они жрали только борьцов противника, а меня не жрали. Но... Мои желания останутся при мне. Выдвигаемся, выдвигаемся, выдвигаемся. Не, ну я буду действительно удивлен, если... ...кошаны вдруг внезапно... ...тоже будут становиться мертвяками. Это реально будет большой неожиданностью. Шторм подтягиваемся поближе. Сумрак тоже у нас подтягивается поближе. Пока за куст. Чтобы... ...сильно не палиться. Сапфир, давай-ка пока за камень. Здесь скидываемся. Да ты меня тренируешь, что ли? Душегубь за этот камень. Я слушаю. Эспада в траву. Карабины. Пистолеты, пулеметы. Дробовик, понятное дело. Ну и куда ты поперлась? Вот ж... ...тупое животное, а. Ладно, придется шумить нам. Нет бы тебе идти... ...к твоим друзьям, которые... ...вас не кормят. Ну нет же, ты поперлась к нам. Пришлось шумить из-за тебя. Ты меня тренируешь, что ли? Так-с. Теперь, пользуясь случаем. Насколько мы тут все хорошо видим? Такое себе, конечно. Ладно, лучше хоть что-то, чем ничего. Эспада скидывается. Вон уже видно элитчика. Расстояние, конечно, дерьмище. Слишком большое, но... ...что поделать. Так, медведь, давай-ка за кусту, чтобы нас не запалили. Шторм. Давай ко второму окну. В первому сейчас как раз-таки подойдет гидра. И наши кисоньки даже никого и не покоцали-то. Пошли только, сдохли тревогу, подняли и все. Как и всегда. Вместо того, чтобы делать что-то по-нормальному, все делается через мягкое место. Все, Айра здесь у нас будет наблюдателем. Видим пока кошачий труп. Ну, кошаны и зомбаков уже не воскресали. Потому что, если бы они воскресли, во-первых, это было бы странно, во-вторых, там была же такая пальба, что... А шалел бы даже я. Где Юрика? Там мисклики опять куда-то не туда потащились. Ну, теперь противники стянулись на шум. Так. Сумрак, давай. Э, перехват, зачем было отбирать? Так. Вот этому по ногам. Маленько напугаем его. Какой же ты проворный, а? Я только привстал, а ты тут уже начал по мне стрелять. Ты тут уже смотался. Какой же ты проворный. Так, здесь. А кто тебя видит? А, тебя Айра-Тэ и видит. Давай постреляем, привлечем к себе внимание. Не получилось его пристрелить. Ладно. Попробуем выйти гидрой. Ааа. Выстрелим последний патрон. Ну, обидно. Я надеялся, что хотя бы в кого-то попадем. Нет. Не получилось. Так, ладно. Здесь тогда вскидываемся. У нас еще есть шанс кого-то пристрелить при перехвате. Хотя, если сюда зайдет сейчас элита, мне будет больно. Так, пока ложимся. Спада. Ладно, от тебя там пользы нету. Давай-ка сейчас сместимся за этот камень сами. На этом ходу уже не постреляем. Ничего страшного. Юрика, давай обратно. Здесь пока сидим, ждем. Не взорвалась. Давим его. Надеялся, что хотя бы попадем, но нет. Не та дистанция для Овина. Пускай носится с юга. А фонарил? Ребята здесь кучкуются. Надо кого-то пристрелить, чтобы... Однако быстро она взорвалась. Так, заряжаем. Поднимаемся. Огонь. Минус один почти. Сапфир. Тоже по башке. Чтобы не плодить здесь мертвяков, пока они мне здесь не нужны. Вот где-нибудь вот на этом направлении, это будет замечательно. Так, этого убиваем. Мы попали ему по башке, он не должен воскреснуть. Хотя хрен его знает, что здесь будет. Воскреснет, не воскреснет. Так. Медведь по-прежнему работает на подавлении. Даем ему сюда приходить. Хотя димочек от гранаты мне очень сильно мешает. Гидра чуть назад. Да. Сумрак нас здесь подстраховывает. С этого направления. Тоже шубьем маленько. Блин, ну это же... Ну близко же. Ну можешь же попасть. Ну не получается у тебя никак. Все летит. Куда не надо. Как пелось старые добрые песенки от гражданской обороны. Здесь скидываемся. Я слушаю. Эспада здесь прикрывает. В остальном пока... Пока все. Пускай они кучкаются здесь в линию. Вот. Цель для Амеги. Не уверен, что попадет, но плевать. Сейчас, конечно, очень подходящий шанс для Акидры. Да ладно, они воскресли. Если ты их убиваешь не выстрелом в голову, тогда они воскресают. Вот они, мертвяки наши. Вот они. Заметьте, он не сдох еще. Так. Мат может стрелять только очередями, так что... Сапфир, естественно, никак не попадает. Поэтому придется воспользоваться... Другим нашим бойцом. Так, ладно. Попробуем сейчас пристрелить этого гаврика, который здесь лежит. И как-то я его не вижу. Теперь вижу. Попадать бы надо по-нормальному, да вот не хотим. Ладно, перекатываемся. Попробуем сейчас так зацепить. Цепляем, цепляем. Давим их просто, не даем им сюда подойти. Потому что если они сюда подойдут, нам будет немножечко больно. Так, отлично. Один подавлен. Второго. До второго еще далеко. Не получается подстрелить. И подавить тоже. У тебя достаточно близко все это падает. Так. Шторм залечь не может. А из пада... Из пада не видит мертвяка, да? Не видит. Если сделаем шаг в сторону. Не видит. Так. Вот так вроде и видит. По наводке. Гражданского жрет. Скоро у нас станет на еще одного мертвяка больше. Хотя я им вроде как делал из рассвета мертвецов. Но это походу не старый рассвет. А более новый. Поэтому видать... Они и бегают здесь немножко. Ладно, хорошо. С этими мы разберемся по-своему. Тебе не кажется, что ты чересчур наглая девочка? Да. Перехват нам дают. Мы только двигаемся с места. И тут же... Перехват у нас убирает обратно. Ладно. Если ты захотела по-плохому. Сейчас тебе будет по-плохому. Ага, сейчас. Не будет. Медведь, ну-ка прижми ее. Счастье было так близко. Так близко. Так, где это чудо еще? Да на, на здоровье. Стерлинг. Так, здесь где-то элитчик был. Здесь где-то еще был элитчик. Я точно его помню. Так что давай-ка сейчас по нему постреляем тоже. Согласен. Не вовремя. Исправляем. Нифига не исправили. Все. Шугаем его. Чтобы он там сильно не выпендривался. Сапфир, ну давай, убей его. Минус. Так, здесь одиночного, чтобы он не встал. И внутрь помещения. Надо добить его. Достанем нож. Гражданского, скорее всего, тоже придется прибить, потому что он отравленный. И он может нам доставить какие-то проблемы. Так. У Бонзая очков действия нету, чтобы зарядиться. Так, Айру давай чуть-чуть поближе. Вон он элитчик, он подавленный. Отлично. Вон второй нас сидит, караулит. Но тот пускай караулит. Гидра подраненная. Испаду тогда давай обратно возвращаем. Раз здесь ее помощь не понадобилась. Соображает. Решил тоже пойти помочь. На перехват сел. Все гражданский ведет уже не в самом адекватном. Не в самом адекватном. Добиваем мертвяка. О, девка-то. Подожди. Я же пристрелил ее в голову. То есть, если мы убиваем противника, независимо от того, как это убийство произошло, в голову, не в голову, они все равно воскресают. То есть, нам в любом случае, надо их после того, как они оживают, надо их брать и отправлять в мир иной, выстрелами в голову. Хорошо. Скидываемся. Шагом вбок. Давай-ка ей в башку. Не сдохла, смотри-ка. А, ну да, у них же все снаряжение, которое на них остается, сохраняется. Так, огонь по Элитчику. Элитчика подавили. Гидра пошла. Отлично, ты даже подошла к нам поближе. До свидания. Прячемся. С этого направления по-прежнему никого не вижу. Никто там не показывается. Хм. Значит, убивай противника в голову, не убивай. Только для мертвяков это все действует. Хоть как ты его будешь убивать, этого самого Гаврика. Но действует это все для мертвяков. Что ж, понятно. Примем сведения. Этого давим немножко. Да. Так, Сапфир здесь на перехвате. Я надеюсь, что у нее хватит очков действия. Пока тут наблюдаем. Спец мы с них позбивали. У меня не хватает рук. Так, эти сейчас идут сюда. Казалы. Угу. Ага. Отсекаем желающего подойти и помочь. Овен, конечно, такой себе. Ну, хотя бы того подавили. Так, выходим Гидрой. Попадем. Должны. Без силы его оставили. Вроде бы. Чего? Странно, он среагировал. Уже только после того, как мы... Как мы уже убежали. Достаточно странно. Достреливаем в магазин. Близко. Это было близко. Хорошо. От испада там вообще никакого толку нет. Перебрасываем ее на другой фланг. Ага, здесь. Этот по рукам здесь. Только одиночным можем выстрелить. Ничего страшного. С умраком. Давай, выйдем. Так, тот у нас... Без сил, поэтому на того мы внимание обращаем. А вот по этому попробуем. Ага, остановили. Ага. Остальных пока держим. Если что, будем оказывать поддержку. Вот как сейчас. Куда собрался? Что за странный... Что за странный хитбокс? Бедная гидра. Все ей достается. Что странный хитбокс? Он же должен был попасть по нему. Все прям летело прям в него. Но нет. Все летело не прям в него. Так, сотвоим тогда гидру. Раз уж ей достается совершенно ни за что. Давим второго Ильичика. Не придавили. Тот вроде без сил, но все-таки. Выходим. Добиваем. Лишнего прострелили. Ладно, отойдем. Тот подавлен. Я слушаю. Эспада, давай, крошка. Шевелись. Да. Отсюда никто не высовывается. Меня это настораживает. Честь имею. Так. Душегуб тогда убирает бинокль. Да. Пошли за камень. Слушаю, командир. Здесь мы все-таки стоим на месте. Я что-то не горю ни малейшим желанием открывать дверь. Я больше чем уверен, что я нарвусь на очередь. Отходят. Воскрес. То есть он умер и сейчас воскрес. Так. Отойдем, пока у нас есть такая возможность. Если он пойдет сюда, мы его, я думаю, сможем пристрелить. Если что, у нас... Если что, будем надеяться, что он сейчас побежит на вот этого гаврика. Мы ему даже сейчас сделаем этот подарочек. Придаем его. Зацепили? Отлично. Все. Пускай. Стоит. Пойдет сюда, попытаемся его подцепить. Я слушаю. Спаду продолжаем подтягивать. Ага, отлично. Он как раз-таки побежал на подавленного противника. Вот и пускай он там развлекается. Неожиданно. Я думал, если ты будешь стрелять по башке, тогда мертвяки не воскреснут независимо от того... Вернее, тогда мертвяки не воскреснут. А так получается, что независимо от того, как ты в него стреляешь, в голову, в ноги или еще как-нибудь. Короче, как ты его убил, так он и воскрес. Это уже нехорошо, что они по-нашему. Этот промахнулся, все. Махач пошел. Такс. Уводим отсюда наших. Кто сейчас начнут по ним... Кто сейчас начнут по ним попадать. Чего мне-то совсем не надо. Айра пусть наблюдает за всей этой движухой. Этот тюлень сейчас... У нас как раз-таки очухается. Дострелит мертвяка, так что давай-ка мы сейчас достреляем обоймом. В следующий магазин. Отлично, мы его даже застрелили. Вот когда не особо надо было, мы его пристрелили. Такс, гидра уходит на перевязку. Досталось девочке опять совсем ни за что. Здесь. Ну давай сапир сюда подтянем. Я слушаю. Эспаду подтягиваем поближе. Душу губа тоже отсюда снимаем. У него при помощи перка наблюдатель будет куда более эффективное взаимодействие с эспадой. Хорошо ему достается, но... Как видно, надо его убить в башку. Надо его только убить в башку. Так что для ребят с вражеской стороны это проблема. Ну, по крайней мере, мы знаем, что большая часть сейчас отвлеклась сюда. Если они почти все сюда отвлеклись, это очень хорошо. Мы можем тогда здесь входить. А вот если нет, то... Это, соответственно, не очень хорошо. Гранаты-то у нас есть. Тратить жалко. Так, здесь можно зарядиться. Мертвяки сейчас пойдут на шум, так что с ними пока не переживаем. Побегут на нас, тогда уже будем отстреливаться. Если нет, то пускай бегут на противника и доставляют ему лишние проблемы. Посмотрим, что мы видим. Ага, вон сидит один, караулит. Насколько он там хорошо видит? Вот как раз-таки он здесь все и просматривает. То есть вот этого тюленя надо валить. Ну, мы умные, мы пока не пойдем туда. Раз уж у нас снайпер его засекла, то может она его и пристрелит. Так, сколько нам там? Ага. Даже разворачиваться не придется. Трудно, трудно с такого. Оружие попасть в башку, только в упор. О, уже жрет кого-то. Здесь далеко, очень далеко. Ну, попробуем. Браво. Минус один. Так, тот сейчас очухается и пойдет жрать. Здесь не знаю, еще есть кто-то или нет. Здесь точно один был. Еще одного мы сняли. Вроде как их теория осталось восемь. Но, по факту, еще два мертвяка. Ага. Подойдем, посмотрим, что там за шоу происходит. Главное, чтобы на нас никто не заагрелся и не пытался нас убить. А так, в остальном пускайся. Они там сами развлекаются. Даже в играх про мертвецов указано, что спасей хаос в рядах врага, благодаря тому, что ты начнешь сейчас отстреливать всех противников. Они начнут воскресать в тылу у врага твоего и, собственно, будут носить ему хаос. Странно, что он его не добил. Но они пытаются их пристрелить, да. Но то, что они так развалились, он может забагаться. Ладно, автосейф у нас есть, если что, так что как-нибудь мы этим воспользуемся. Ребята у нас лежат, регенерируют. Так, вон там еще один встал. Ну, тут ладно. Так, этого не трогать. Мотаем по дальнему пути. Да, с патрулем здесь было бы куда как более оживленнее. Ну, чего нет, того нет. Ну, самое главное, меня-то не пострелить, ага. Я тут, я так просто попкорн тут принес. Я посмотреть хочу. Так. Сапфир пока не выходит, я не знаю еще. Ну, здесь, скорее всего, никого уже нету. Мразь! Да. О, уже кого-то жрут. Ух, все, можно выходить, я полагаю. Это... Ага, это тот самый мертвяк, которого пристрелила эспада. Попробуем его... Нет, опрокидывать мы его, наверное, не будем. Бежать внутрь. А есть ли смысл? Нет, нету смысла. Пускай он там жрет, скорее всего, это гражданский. Здесь гибель гражданских на лояльность не влияет. Это у нас санмона. Здесь у нас ничего такого не происходит, поэтому... С чистой совестью можно на гибель гражданских подзабивать здесь. Ты меня тренируешь, что ли, сынок? Пускай жрут. Гидра пока у нас сейчас отдышится, может даже перезарядиться. Штурмовики по-прежнему ждут, что кто-то сюда зайдет. Ну, это, скорее всего, забагался. Он лежит прямо в нём. Сожрал гражданского, похоже. Так, видно противника. Так, Бонзай видит отсюда только зомбака. Надо снайперу позицию более получше. Они всё равно нас... А нет, вроде как они нас и видят. Давай скрытно передвигаемся. Вот, прекрасно. Можно сейчас пострелять по вот этому парню. Заодно и проверим. Насколько у него там всё плохо. Так, вот он мертвяк. Я боюсь, как бы они сюда не пошли, но они сейчас будут стрелять по зомбаку, так что я думаю, что они сюда не пойдут. Хотя... Ладно, у нас здесь есть два бойца, которые могут перехватить, так что... Можно попробовать. Не дать им сюда при... Припереться. На самый крайний случай, вон, сейчас медведем подбежим. Сразу присаживаемся, разворачиваемся. Ну, страшно, откровенно говоря, страшно открывать, потому что если здесь сидит кто-то, и он смотрит прямо на двери, скорее всего, он начнёт нас бить. Не в плане рукопашной, а в плане того, что он начнёт по нам стрелять. Так, тут у нас по-прежнему жрёт гражданского. Ладно, Чип и Дейл спешат на помощь. Пошли, добьём его. Чёрт! Ладно, он на нас не среагировал, а вот мертвяка нам уже не пристрелить, если только с одиночного в башку. Поэтому бежим нафиг отсюда. Как всегда, очков действия мне хватило не так, как надо. Ну что ж, тогда придётся открывать дверь. И никого здесь нету, но здесь сидит только этот гражданский, которого в самом начале покусали. Пошёл вон! Ага. И нам здесь не пройти, блестяще. Просто потому, что этот идиот расселся на проходе и отказывается вообще меняться местами. Забавно. Ладно, тогда, раз здесь к нам никто не может зайти, и тогда выпрыгиваем отсюда. Бежим на помощь. Гидра маленько отдышалась, тоже выдвигается. Потому что надо здесь что-то с ними делать. Так, испадает мертвяка, видит камуфляжника. Давай-ка вскидываемся. Душегуб сейчас подходит. Бинокль в ручке. На следующем ходу выстрелим. Продолжает держать мертвяка на земле. Ага. Противник, я смотрю, точно так же, как и с жуками. Отдаёт приоритет людям, вернее, целям нечеловеческим. В принципе, это и правильно. Всегда нечеловеческие цели были самые опасные. Так, мы смотрим вообще? Смотреть смотрим. Видимость дерьмовая. А так? Опять только зомбака видим. Ладно, постреляем тогда таким образом. Сами по себе. Ну да, здесь у нас укрытие. Здесь ему совсем не до этого. Так, ладно, пошли прикончим этого мертвяка. Хотя нет, давай мы его не будем трогать. Потому что пока он отвлекает на себя внимание противника... Он же от гражданского отвлекает на себя внимание противника. То есть, если мы его сейчас пристрелим... Этот... Враг... побежит к нам и, собственно, начнёт стрелять по сапфир. Чего мне это совсем-то и не надо. Поэтому с чистой совесть оставим его для кое-кого другого. А вот здесь вот мы подойдём сами. Так, ладно, здесь на всякий случай сидим. Наблюдаем. Может, прикрытие мне-то здесь пригодится. Чуть шаг в сторону. Но эти подняться не могут. У них слишком долгие регенеративные процессы сейчас происходят. Расстреляли, похоже. Так. Тут мертвяки. Ага, его просто опрокинули. Скидываемся тогда. Потому что сейчас они могут пойти его добивать. Либо расстреливать, либо пойти добивать с ножа. Да. А мы тем временем устроим им встречу. Скидываемся, пока есть такая возможность. Блин, вот то, что Гидра встала аккуратно на линии огня шторма, это очень неприятно. Ну, давай-ка мы сейчас вот так вот развернёмся. Если что, надеюсь, мы по ней не попадём. С этого направления никого нету, потому что мы там напугали. Ты меня тренируешь, что ли, сынок? Потому что мы там напугали камуфляжника. Ага. Подползаем. Чёрт! Он нас вроде и видит, а вроде и нет. Я слушаю. Патроны для СВДшки поберечь немножко надо. Пока мы ими не разжились. Здесь нихрена не видно. Почти добились, смотри-ка. Хотя нет, не добили они его. Надо до конца ножом его припрыгнуть. Они его продолжают на земле держать. Ладно, выйдем. Чё, вы хотите сказать, здесь никого нету, что ли? Это я в жизнь не поверю. Скорее всего, у нас просто вешалка заграждает здесь всё. Пока за шкафами прячемся, вскидываемся. С этого направления по-прежнему никто сюда не идёт. Вон он. Потихоньку так движемся малыми группами. Так. Я слышала какой-то шум. Придётся пристать. Ну и... Зачем ты опять у меня отнял перехват? Ну вот скажите, вот как мне на это реагировать? Ладно. Иди сюда. Минус один. Мотаем. Пока у нас есть такая возможность. Так, гидра. Сейчас тот воскреснет ещё, к тому же. Стреляем по-дальнему. Ну да, здесь у нас мешаются вешалки. Но мы внимание привлекли к нему. Мертвяков добивать надо. А толку-то с этого вроде никакого и нету. Так. Попробуем пострелить. Попали. Будем стоя наблюдать. Надеюсь, куст нас здесь прикроет. Так, этот сейчас очухается. Надо бы побыстрее его прибить нафиг. У дрона же есть нож? Такой канцелярский есть. Армейский. Поэтому на ликвидацию мертвяка выдвигается медведь. Вроде как они все здесь спрятались, так что можно бегом подойти. Так. Пусть сидит. Он уже не знает, как сюда... Как здесь устроиться. Ну, гражданский странно себя очень ведет. Очень сильно странно. Скорее всего, за счет того, что он попросту отравленный. Пошли, добил мертвяка. Минус один. Спада видит этого лежачего. Пускай валяется. Так. Так, сет от меня не волнует пока. Пускай он жрет элифика. Да, хаос, трэш, хардкор и все в таком духе. Добиваем этого мертвеца. Причем он не сдох. Его очередной раз опрокинули. Заходим. Да, за счет мертвяков отчасти сражение становится немножко полегче. Но это отчасти. На самом деле надо еще следить, чтобы они тебя не жрали. Нож в руки. Еще и музыка такая, что действительно никто не был готов к такому варианту развития событий. Ну, хотя да, если вы внезапно столкнетесь тоже с мертвяками, с ожившими, я тоже посмотрю насколько вы будете хорошо готовы. Че их там осталось-то? Осталось всего семь. Но это я не знаю, считаются мертвецы или не считаются. Вот тоже в чем вопрос. Ладно, с этого направления думаю больше никто и не выйдет. Все равно продолжаем карабулить. Кого мы опрокинули? Блин. Пристрелим его. Больше, чем надо было. Ничего страшного. Гидра, доставай нож. Пошли добивать. Минус. Следующий мертвяк. Так, тут у нас туалет был, но здесь никто у нас не ныкается. Это не урбан хаус. Здесь никто у нас не ныкался. Так, здесь еще были. Скорее всего вот в этой части остались все остальные. Так, тут аккуратненько скидываемся. Здесь пока не подходим. Я не знаю, сколько их там. Так. Один еще воскреснуть не успел. Я не знаю, воскреснет он вообще или нет. Мертвяк лежит, регенерирует. Рискнем его добить ножом. Чувак с револьвером. Так-с. Теперь отходим. Вон он сидит. Кстати, а гражданский-то вроде и смотался. Ну-ка, пошли-ка. Так, 26. Отсюда с бедра. Так, ну-ка. Ага, он нам здесь такие мешают. Ладно, давай-ка подожмемся пока. У нас есть такая возможность. Кедра у нас здесь скидывается. Здесь я все еще никого не вижу, что очень хорошо. Ну, здесь, по-моему, нельзя выйти. Хотя нет, вон, видно дверь. Только странно, конечно, очков 10 здесь требуется. Я бы сказал, весьма странно. Так. Он решил зайти обратно. Хорошо, второй раз прилетело. Это гражданский. Так, ну, по крайней мере, этот балбес подсветил, где он там может быть. Так ты все-таки видел, а? Ладно. Пошел вон отсюда. Так, здесь. Откроем дверь. Чтобы, если что, его сразу пристрелить. Так, тут подтягиваемся. И не будем забывать, что здесь был труп. Может, сейчас воскреснуть. Так что мы, если что, готовы. Ага. А где, кстати, а, вот он валяется до сих пор. его никто так и не прибил. Стремно немножко так стоять, но приходится. Так, этот у нас опять же встал. Решил скинуться. Ну, попадешь ты по нему уже. Ладно, можно, я думаю, пострелять даже очередью, положить его на землю просто. Пускай поваляется. Нет, смотри-ка. Стресс устойчиво, однако. Прекрасно. Все-таки прилетело ему. Так, здесь вроде я больше никого не жду. Ну, это, конечно, не точно. Давай-ка выйдем. Нет, здесь никого. Все прекрасно, добиваем. Ты промахнулся? Офигеть. Ах, чего не ожидал, так это именно такого, что мой пулеметчик промахнется с атаки ножом. Весьма не ожидал. Такс. Нам гражданский мешает. Здесь, кстати, ладно, подождем. Встанет, не встанет. из противников больше никто не выходит. Забились по углам. отходят назад. Во. Очухались. Пошли, пристрелим его. Окончательно его упакуем. Такс, сапфир, пойдем? Ух ты! Укусил дважды, но вроде не отравил. Нет, отравил, отравил чуть-чуть, отравил. Яд 5 из 70, вот. Даже мертвяки нас перехватывают. Ладно, у сапфир достаточно и навык медицины, чтобы снять отравление. Ну, то, что так вот, ага, он забагался. Все понятно, придется, придется откружаться на более ранний сейф. Этот забагался. А я думал, я просто промахнулся, а нет, он просто забагался. Ну, в принципе, да, это не стоило ожидать. Так, тогда э, кто нам мешает сюда зайти и пристрелить ему? Вроде же до этого все было нормально. Так, ну-ка, пробуем еще раз. Вот все. Разбагали. Так, пошли сейчас пристрелим. это чудовище. Так, этого. Попробуем по башке ему попасть. Да, глупо. Ну, хотя бы его обездвижили. Хорошо, на этот раз он промахнулся. Сапфир перенервничал. Пришлось использовать такой обуз, потому что забагался здесь. противник, поэтому пришлось откатываться на сейф на ходик раньше. Так, все, мы можем пододвигаться без какого-либо опасения для себя. Их осталось пятеро. Один помирает. То есть, их осталось четверо. Они, скорее всего, все здесь у нас остались. Пошли. Все, вон валяется, поддыхает. С этого направления больше пока никого не вижу, но он может за ящиками сидеть. Скорее всего, он сидит за ящиками. Так, добьем его с одиночного. Сейчас поднимется. Дострелим его таким образом обычно. Да, мертвяки нам очень здорово облегчают здесь все. Искусственный интеллект, похоже, немножко не заточен под ними, под борьбу с ними. Хотя, если вспомнить, что у нас было, когда я проходил на фантастическом режиме, какие там были замесы. Всех против всех. Так, на нас она не видит. То есть, можно потихоньку выходить сюда. что здесь ничего удивительного. Но, мясистость будет действительно, когда их здесь будет очень много. Что противников, что наших. Хотя, может быть, это и отблегчит нам немножко прохождение. Но, учитывая, что я уже начал на этих условиях, будем проходить это все до конца. Так, девка там ладно, пускай бегает. Теперь ее заставлять бегать нельзя. Ладно, пусть стоит, пока у нас осталось три патрона. Добивай. боеприпасы до нуля. Заряжаемся, медведь. неделю не есть. Медведь, давай-ка прижми ее. Не колонну, а бабу. Так. Сумрак пошел. Я тут. Так, дрон в теории может подавить, на практике нет, за колонну. Я слушаю. Омега. Рисковно тебя так, конечно, отправлять. Давай-ка, пока сюда, в траву. Здесь, если кто-то сидит, сейчас мы его спровоцируем. Шторм, шаг вперед. Сапфир пока сюда. На пузо. Гидра зарядила всего один патрон, что меня не устраивает. Заряжаем четыре. Так, наша парочка снайпер-пуль... снайпер-командир пока стоят на месте. Им сейчас делать нечего. Про аэро я совсем забыл, но пускай остается на месте. С одиночных бьет. Так, вот тут я не знаю, есть ли кто-то или нет. Так, дрон пошел. Сейчас мы, кстати, выясним, есть ли там кто-то или нет. Вроде нет. Юрика тоже выдвигаемся. Тоже малость. Ладно, грызаться уже не будем. Пока спрячемся. Я слушаю. Давай-ка за наше укрытие. Главное, чтобы она нам по башке не попала. Нет, по своему попадем. Смещаемся. Медведи пока сюда. Сапфир, пару клеток вперед, но аккуратно. Разворачиваемся. Потому что у меня действительно ощущение, что здесь кто-то сидит. Их осталось всего лишь четверо. Одна вот здесь и, скорее всего, все остальные где-то вот тут вот тусуются. Гидра пошла. Девка решила отойти, как только увидела снайпера. Да. Рискнем выкатиться? Да ладно, никого нету. Интересно. Действительно никого. Так, ну тебя мы видели уже. Ты все по-прежнему нас пытаешься убить. Давай грызнемся в ответ. Пускай сильно не упендривается. Гидра пошла. Так, вон он элитчик. Мы как раз в его зоне видимости. Кто? Где? Че? А, ты бабу запалила. Ну то, что мы бабу запалили, это понятно. Пошли прижмем ее. Ладно, мы ее даже пристрелили. Тут открываем дверь. Еще один вот здесь и еще останется где-то один. Ну еще один, где нам покажут. Мразь. А вот и он, кстати. Жми его. Просто на подавление жми. Конечно, шанс того, что дрон в кого-нибудь попадет очень маленький за счет его меткости, но все-таки хоть какой-то шанс имеется. А шелк у него совсем маленький, значит, тоже и лечится. придется банзай сюда потягивать, хотя у него, скорее всего, очков действия не хватит. Ладно, может, занерчит и побежит отсюда. Раз, два, третья сдохла, значит, где-то еще третий. И все, получается. зараза. Так, наши личик, так, на линии огня наши. Хотелось бы выстрелить? Такс. Отлично. Ожила. Так, этого добиваем. по мертвяку попали. Здесь банзай достался вообще незаслуженно. Пошли добивать его. Точнее, ее. Нет, ну, странно, что если ты стреляешь в голову в упор, тогда наши тогда они все равно оживают. Было бы логичнее, если бы ты убивал их в голову и при этом они бы не оживали. Ну, а так, ну, конечно, не очень идейка, но в целом пойдет. Остался один, да, мертвяков она здесь не подсвечивает. И он где-то, где-то вот здесь, скорее всего, вот тут, на крыше сидит. Потому что если он здесь где-то, странно, что его сюда зареспавнило. Иди сюда, детка. Ага, решила мне гражданство ожирать. Так. Не уверен, что перехвата не будет. Ну, ладно, пошли. Вот. Уродица. Почему у зомбаков есть перехват? Вот кто-нибудь не скажет? Чуть-чуть даже тоже ядом отравил. Ну, ладно, у нас у сапфир, как я уже говорил, достаточный навык доктора, так что она справится с этим. Минус еще один мертвяк. Пошли добивать. Ага. Два их из нас покусали. О, у панзая даже штраф к ловкости. Ну, ладно, здесь мы расправимся. Я тут. Ты без балла. Пока она жрет гражданского, пошли сейчас прибьем ее. Не знаю, гражданские от этого очухаются, не очухаются. Вернее, сдохнут или не сдохнут. И че? И ты хочешь сказать, что ты сейчас опять зависла? Да, мои господа, мы в очередной раз наблюдаем, что 1.13, несмотря на то, что мы ее так любим, все-таки глючная и маленько забагованная. До сих пор. Ну, хотя, учитывая, что у нас сейчас не последняя версия 76.09, то это, в принципе, вполне понятно. Но, в целом, приходится вот так вот мне издеваться над собой, да. Ну, что поделать. Я знал, на что я иду. Я знал, что это все может быть. Да и потом, режим зомби, скорее всего, тоже не совсем доделанный, поэтому здесь происходит все не так, как хотелось бы. А давай-ка постреляем по ней. Может, тогда... О, отлично. Еще и в голову прилетело. Значит, все, бак мы только что предотвратили. Я тут. Она очнулась, но это временно. Давай, с бедра, с одиночного. Сейчас добьем ее ножом. Ты хочешь сказать, что этот гражданский теперь багается? Все? Офигеть. Я, значит, сейчас его специально спасал, чтобы он вообще сюда не сдвигался, и все-таки он багается. Какая прелесть. Может, его просто уже пристрелить, чтобы он не забагался. Кстати, да, эта идея, по-моему, хорошая. Была бы, если бы у нас были очки действия. Хотя, с другой стороны. можно попытаться как-нибудь выйти из положения. Что ты бегаешь от нас, как девственницы от порно-журнала? Вот и сиди, вот и сиди, вот просто сиди. Добиваем ножом. Все прекрасно. Теперь баг пропал. Но они сейчас теперь вот так вот себя странно ведут, скорее всего, за счет того, что они потравлены. Так, и остался последний. Ну что ж, тогда берем нашу испаду, берем душегуба, пошли сейчас будем выцеплять, где этот чудовище там сидит. Он, скорее всего, где-то здесь сидит, на крыше, либо же где-то вот здесь вот в уголочке забился. Поэтому не высовывается. Так, отсюда. Я нихрена не вижу. Поэтому давай-ка подойдем поближе. Но здесь, если бы кто-то был, мы бы его уже запалили. Поэтому пошли сейчас к колоннам. Так. Здесь-а. Насколько тут мы все видим? часть крыши мы просматриваем. Я слушаю. Эспада, пошли. Также на ликвидацию у нас отправится сапфир и шторм. Ага. Гидра у нас сидит, отдышивается. Я слушаю. Ни хрена ничего не видно. если так выйдем. часть крыши-то видно. Но скорее всего он сидит вот аккуратно вот здесь вот. За вот этой перегородочкой. Так. Тихо пошли. Пока у нас есть возможность. Либо он здесь лежит на земле. Что сейчас попробуем его обойти с тыла. На крышу мы пока не полезем. На крышу мы полезем только с этой крыши. Хорошо, что ты тут засел, дружище. Ну что ж, давай мы с тобой поиграем. Минус. Сейчас встанет. Или не встанет. Вот. Поднялся. Давай, прокидываем его. Либо хотя бы споспеваем ему всю выносливость. А медведь у нас сместился. Туда, куда не надо смещаться. Ладно, продвигаемся. Нам надо помочь нашему бойцу. Сейчас укусит скорее всего. Нормально поуворачивались, все хорошо. Все поуворачивались, все нормально. Так, медведь, пошли сейчас пристрелим его. И все. Вот так вот. Вот такие вот у нас бои с мертвяками. Да, искусственный интеллект я показал не особо, тем более, что гражданские-то здесь багаются, но в целом достаточно напряженненько, учитывая, что они могут жрать как нас, так и противника. Хоть я и поставил стопроцентный дроп нормального оружия, все-таки в каком-то не очень хорошем состоянии нам здесь повыпадало, хотя с другой стороны могло бы быть и хуже. Кошаны нам все испортили с самого начала, но по крайней мере мы достали здесь себе гранаты, достали себе стерлинги, которые можно сейчас толкнуть в то, не что я сейчас наверное и сделаю, ну и чуть-чуть нормального снаряжения. Ладно, в любом случае я думаю, что на этом наш первый бой с мертвяками закончен, так что сохраняемся и на этом я с вами попрощаюсь, с вами был Блэквинг и удачи вам в боях, комрады. До связи.